Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Мы хотим, чтобы беспристрастно, объективно, профессионально события 21 августа были расследованы. У нас есть серьезнейшие основания полагать, что это была провокация. И некоторые наши партнеры безапелляционно заявили, что только режим мог применить это химическое оружие, как сейчас, собственно, в вашем вопросе и прозвучало. Но истина должна быть установлена. Мне кажется, доклад инспекторов ООН можно назвать обвинительным актом. Если посмотреть на то, сколько было использовано зарина, посмотреть на технику, которую применяли, и на векторы распыления токсичного газа, не остается сомнений в том, что за атакой стоит именно режим Асада. Российско-американские договоренности по химическому оружию дают шанс урегулировать иранскую ядерную проблему. Эта мысль содержится в письме президента США Барака Обамы, его иранскому коллеге Хасану Рухани. Впервые с 1979 года лидеры двух стран могут встретиться на полях Генассамблеи ООН. Но в то же время Вашингтон все еще не исключает удара по Исламской Республике. Не остается в стороне и Израиль. Эти угрозы вынуждают Тегеран укреплять связи с Дамаском и Ливанским движением Хизбалла, считают некоторые эксперты. Сумеют ли стороны урегулировать многолетний кризис в отношениях? Над темой работал мой коллега Владимир Нанянц. Иран, ключевой союзник Сирии, настроен на то, чтобы уладить многолетний конфликт с Западом. Дипломатическим путем. Такое толкование позиции Тегерана дал президент США Барак Обама. Хозяин Белого дома подтвердил, что между ним и Рухани произошел обмен письмами. Да, мы обменялись посланиями, но я пока не беседовал с ним лично. Думаю, иранцы прекрасно понимают, что ядерная проблема является гораздо более серьезной, чем вопрос химического оружия. Это прямая угроза Израилю, а гонка ядерных вооружений в регионе очень дестабилизирующий фактор. Наблюдатели не исключают, что лидеры двух стран могут встретиться в Нью-Йорке, в кулуарах сессии Генеральной Ассамблей ООН. Это было бы сенсационным событием. Дипломатические отношения между США и Ираном были разорваны в 1979 году, после того, как радикалы ворвались в американское посольство в Тегеране и взяли в заложники 52 человека. И если Обама пойдет на контакт, то это станет политическим стимулом, необходимым для достижения согласия. По мнению экспертов, Рухани жаждет такого соглашения, ведь оно покажет, что прагматичный подход приносит больше дивидендов, чем жесткая линия его предшественника Махмуда Ахмадинижады. Тем не менее, оснований для того, чтобы воспринимать шаги Вашингтона с осторожностью у Тегерана более чем достаточно. Во-первых, Обама в телеинтервью, в числе прочего, отметил, раз США не ударили по Сирии, это не значит, что они не ударят по Ирану. Во-вторых, американское правительство поспешило заверить Израиль. Российско-американская сделка по химическому оружию не приведет к тому, что Вашингтон будет менее решительно препятствовать созданию ядерного оружия Ирана. Госсекретарь США Джон Керри даже специально совершил ваяж в Иерусалим, чтобы передать эту информацию лично премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньягу. У главы еврейского государства на этот счет очень жесткая позиция. В ближайшие дни я встречусь с президентом Обамой. На переговорах я намерен сосредоточиться на вопросе прекращения ядерной программы Ирана. Для этого необходимо сделать четыре шага. Первый – полная отстановка работ по обогащению урана. Второй – изъятие всего уже обогащенного топлива. Третий – закрытие завода в Куме. И четвертый – прекращение создания плутония. Только так можно гарантировать безопасность. Тегеран же явно хочет обеспечить собственную безопасность. И ядерную программу воспринимает как гарантию неприкосновенности. Впрочем, Мурухани готов пойти на некоторые уступки. В частности, закрыть один из заводов по производству атомного топлива в обмен на смягчение экономических санкций в отношении Ирана. Владимир Унанянц, RTVI На западном берегу реки Иордан израильские военные убили члена группировки «Исламский джихад». Инцидент произошел в лагере беженцев в Джинине. Сегодня утром здесь началась операция Цахала по задержанию группы террористов и их сообщников. По словам представителя армии обороны Израиля, местная молодежь пыталась препятствовать солдатам, бросая в них камни и бутылки с зажигательной смесью. Сообщается также о применении автоматического оружия и самодельных гранат. В ответ на нападение военные открыли огонь. В результате ранения получили двое палестинцев. Один из них, 19-летний член исламского джихада «Ислам Тубаси», впоследствии скончался в больнице. На Филиппинах жертвами столкновений военных с исламистами стали уже около 100 человек. Более 80 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня солдаты правительственной армии вошли в крупный портовый город Замбуанга. Они освободили более сотни человек, взятых в заложники исламистами. Ожесточенные бои продолжаются. Сейчас коротко о других важных международных новостях. Египетский суд заморозил счета лидеров движения «Братья-мусульмане». Арест наложен на банковские адреса 14 высокопоставленных членов исламистской организации. Среди них и арестованы ранее духовный лидер «Братьев» Мухаммед Бади. Президент Судана Амар Башир попросил у США визу для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера африканского государства. Он обвиняется в преступлениях против человечности, а также в геноциде населения ныне независимого Южного Судана. Британский принц Гарри более 20 часов просидел в холодильной камере. Внук Елизаветы II испытал на себе погодные условия Антарктиды. Температуру минус 35 градусов и ветер скоростью 72 километра в час. Выбравшись из камеры, принц пошутил. Ночь выдалась прохладной. Эксперимент прошел в рамках подготовки к экспедиции на Южный полюс. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова